Всем привет! Я уже давненько не снимала видосы и наконец-то решила начать с видоса о моих покупках. За такой большой перерыв у меня покупок накопилось много, поэтому они все в один выпуск не войдут, и я разделю на два выпуска. Этот выпуск будет про покупки сайта Культ Бьюти. Я наконец-то собралась и заказала себе всякого разного с Культа Бьюти так, чтобы туда могли положить годибэк. Это их подарок, который они кладут от определенной суммы, он бывает по сезонам, в общем, все расскажу чуть дальше. Следующий выпуск будет про мои покупки в принципе за все вот это время, что я не снимала видео, это где-то за полтора что ли месяца. И там я уже расскажу про всякие палетки, там средства для волос, в общем, про всякое разное. Это будет в другом выпуске. Здесь будет только про покупки с Культ Бьюти. Почему я не снимала видосы? Ну, во-первых, у нас сначала было очень жарко, наверное, как везде, и я решила пока прерваться, чтобы не мучить ни себя, никого, там своим видом. И временно не снимала, потом я готовилась к установке брекетов, удаляла зубы, не могла говорить. Вот сейчас я поставила брекеты, и в принципе, все, готова вернуться. И давайте ближе к делу, ближе к теме нашего видео. Что же я назаказывала? Во-первых, во-первых, я очень давно хотела познакомиться с брендом By Mario, брендом, и заказала себе тени, ну, это коробка тени, вот сами тени, и кисть. Это все дело я увидела еще у Алены Ратнер когда-то на канале, она тогда обозревала эту марку, когда она только-только появилась на Культ Бьюти, или вообще, в принципе, появилась. И я до этого про нее, естественно, не слышала, потом мне стало очень любопытно и интересно, и вот сейчас я решила, что прекрасный момент, заказать себе что-нибудь. Также я заказала румяна Hourglass, вот, и жидкие, не жидкие, кремовые и сухие, потому что очень много уже, ну, прям вот невозможно, это все так говорят, что это лучше румяна, что они прям супер-супер крутые. И, ну, как бы, я не могла пройти вива, так что вот, купила себе такие-такие, также взяла помаду Pillow Talk. На самом деле, с этой помадой я знакома, у меня есть ее миниатюрка, и я ее очень-очень люблю, я ее уже почти всю закончила, то решила взять себе ее в полном варианте. И взяла еще карандаш Виктории Бекхэм, конечно, он приехал в такой коробке, как будто им играли в футбол, но вот в целом, в общем, взяла себе еще и карандаш. Чтобы вы понимали, вот это вот все, это подарок, это тот самый годи-бэг, в котором лежит много всего, и самый прикол, я не знаю, что там лежит, то есть я его, конечно, уже высыпала, смотрела в целом визуально, что там есть, но я не смотрела состав годи-бэга, потому что мне было некогда, у меня была куча работы, и я, в общем, просто увидела, что он есть, думаю, закажу, и потом уже разберусь, что там в нем есть, если что-то будет не нужно, просто потом подарю кому-нибудь. Структура видео я сейчас сначала расскажу про свои покупки, а потом мы уже перейдем к подарку и посмотрим, что там есть, возможно, чем-то покрасимся, короче, будем смотреть уже в ходе видео. Давайте начнем с палетки, я ее еще не тестила, а палетку я взяла из металликов, так, сейчас покажу. Вот так вот она выглядит, и чем она меня привлекла? Тем, что это, в принципе, палетка таких всяких разноплановых сияшек, они довольно прикольно выглядят, то есть здесь есть и такие вот яркие сияшки, есть что-то такое более нейтральное, и в самом блоге, ну, в инстаграме у Марио мне показалось, что это выглядит очень красиво, очень клево, и в целом продукт такой, в общем, интересный, потому что всяких палеток нейтральных, вот каких-то там теплых, холодных у меня очень много, а вот именно таких палеток сиялок, ну, у меня очень мало. Я что-то не взяла никакой нейтральной палетки, чтобы краситься. Давайте я просто нанесу какие-то оттенки из этих навеки и посмотрим, как это смотрится. Видимо, я какой-то полноценный макияж сейчас делать не буду, но просто так, чтобы понимать, как это выглядит, что-нибудь посвотчим. Я возьму вот такую вот кисточку плоско-пушистую, и мне хочется набрать вот сначала вот этот вот светленький оттенок, посмотреть, как он выглядит. В принципе, тени так неплохо набираются на кисть. Так, не знаю, видно, нет? Надеюсь, что видно. Ну, знаете, прям такая неплохая вроде переливашка. Конечно, я выбрала, наверное, самый скучный цвет для затеста. Вообще, я от этих теней ожидаю какой-то хорошей стойкости и того, что они будут вписываться в любой макияж. Потому что я, в принципе, какой-то такой нейтральный макияж могу сделать любой палеткой. Например, очень люблю софт-клэм мини, вот о которой я делала видос. Но вот блестяшек мне как-то в палетках немножко не хватает. У меня есть либо слишком блестяшки, вот моя палетка Берновичей, либо матовые. Таких нейтральных у меня прям мало. Так, давайте попробуем что-нибудь еще сюда втушевать. Давайте попробуем втушевать сюда вот такой зеленый. О, блин. Он набирается прям, ну, очень круто. Так, вот так покажу. Его прям вон очень до хрена набылось. Да, тени передаются очень хорошо, очень ярко. Блин, вообще красота. Мне кажется, с вот этим оттенком можно сделать какой-то такой прям травяной, очень красивый макияж. Я обязательно сделаю. Потом в инстаграме опубликую. У меня, кстати, инстаграм пока такой немножко мертвый, потому что я его создала вот именно в тот момент, когда я перестала видео снимать. Но я планирую его оживить. Планирую там показывать, какие я макияжи делаю. Какие-то вот сводчи, возможно, туда добавлять. И просто делиться своим мнением о новинках. Поэтому подписывайтесь. У меня ссылочка будет в описании. И я всем отвечаю. То есть, если вам хочется поболтать или что-то спросить, вы пишите, не стесняйтесь. У меня пока аудитория не очень большая, поэтому я общаться могу со всеми. Давайте я возьму еще вот этот вот такой более золотистый оттенок. Попробую его вот сюда нанести. Вообще тени очень шелковые. То есть, они прям хорошо наносятся, такие прям плотненькие. И дают такое сияние недешевое. То есть, сияет все прям очень так хорошо, дорого, богато. Сияние очень такое приятное. И как мне кажется, палетка прям претендует стать очень хорошей вручалкой там для макияжа в офисе или еще куда-то. Потому что я, например, прям... Ну, я не могу жить без блестящего макияжа. А в последнее время мне красить некогда. То есть, у меня есть обычно там 10 минут с утра, и надо бежать уже на работу. Иначе я рискую остаться без завтрака, там без ничего. Поэтому какие-то сложные макияжи я сейчас немножко отложила. То есть, я не делаю там каких-то сложных тушевок, чего-то еще. Я больше люблю, когда ты там заштриховал, заштриховал, затушивал себе века, нанес какую-то блестяшку и пошел. Так вот, вот с этой палеткой, мне кажется, это вполне реально. Я бы не сказала, что она прям вот именно для визажистов. То есть, она для какого-то каждодневного использования, мне кажется, вполне подойдет. Но это пока всего лишь три затещенных рефилы, поэтому кто знает, что будет дальше. Давайте на другом глазу потестим вот эти яркие какие-нибудь оттенки. Так, сейчас я кисточку возьму. Я хочу набрать вот этот вот ярко-малиновый такой оттенок и попробовать его. Нет, ну знаете, вообще претензий какой-то к яркости, к пигментации вообще к этим теням нет. И они очень мягко наносятся, то есть, ну вот наносишь его, тушуешь, и вроде как ничего не залипает. Вот я сейчас даже взяла кисточку, не самую лучшую из тех, что у меня есть. И все, в принципе, передается и наносится очень даже достойно. Я вот на эту же кисть наберу на другую сторону. Давайте вот этот золотой оттенок. Он прям манит. Он, наверное, самый блестящий на вид из всей палетки. Нанесу сюда вот на серединку. Красота какая! Блин, вообще, они так красиво сочетаются. Далековато, да, сижу, чтобы таким обзором делать. Но вообще, у меня этот выпуск планировался как-то больше напоболтать, показать покупки. Я тут не планировала как-то сильно краситься, но палетка слишком шикарная, чтобы ее куда-то отложить. Блин, вообще, мне все пока очень нравится, я в большом восторге, потому что пока какой оттенок не наберу, все очень хорошо передается, очень ярко. И я такое люблю. Давайте я еще вот засвотчу. Вот, засвотчила еще вот из синеньких. В общем, все свотчится очень хорошо, прям все такое яркое. Что мне нравится? На кисть он набирается очень красиво. Вот этот оттенок, кстати, прям безумно какой-то красивый. Обязательно надо сделать с ним макияж. А вот это, по ходу дела, немножко такой храмелионистый оттенок, потому что мне казалось, он розовый, я вот его набрала, он прям рыжий-желтый какой-то вот этот оттенок. Вот это вот он здесь в палетке. Вот тут. Интересный оттенок. Блин, в общем, я пока по первому впечатлению от палетки в большом восторге. Плюс у нас сделана из такого дорогого пластика. Вот эта вот штука, она такая тактильная, все как я люблю. В принципе, такой минималистичный дизайн, но очень приятно она в руке лежит. Мне нравится, что она не гигантская, а такая вот, ну, примерно с ладошку размером. И, в общем, палетка клевая. Если вам нужны вот именно какие-то яркие металлики, сияшки, больше ничего не надо, например, у вас уже есть какая-то классная матовая палетка, то вот присмотритесь. Мне кажется, это прям отличный вариант. Так, я сейчас смою вот эти вот все сводчики и вернусь. Так, я вот немножко сравняла макияж глаз, стерла все сводчи и сделала глаза одинаковыми. Короче, от палетки я прям в восторге. Мне определенно нравится эта покупка, и мне кажется, что я, скорее всего, решусь взять что-то еще попозже от Марио. Скорее всего, еще одну палетку. Но пока надо с этой разобраться, поделаю еще побольше макияжа и попробую ее встроить куда-то в свой обычный ежедневный макияж. Обязательно попробую, поделюсь в инстаграме, что получится. А пока давайте дальше переходить. Я, кстати, совсем забыла, что я еще взяла кисть от Марио, надо было ей накраситься. Но уже забыла, так забыла. Так, она, знаете, такая интересная. Вот, она двухсторонняя, очень-очень большая. И вообще, она вроде как заявлена, как кисть для теней. Но я пока не представляю, как я буду краситься такой гигантской кистью. Но обязательно попробую, потому что мне кажется, что кисть все-таки для глаза большевата. Я ее как-то представляла чуть меньше, а с другой стороны я видела, как ей красят. И мне показалось, что кисть прям хорошо передает продукт. Можно ей прям тушевать все в дымку. Могу, кстати, попробовать ей немножко дотушевать свой макияж, потому что у меня тушевка получилась, ну, не самая, скажем, лучшая. Хм, ой, знаете, кисть такая мягкая прям, очень-очень мягкая. Ммм, в общем, попробую попозже ей прям полноценно накраситься. Но она вообще вот, именно как она сделана, очень качественная, такая приятная в руках. И выглядит прям хорошо и классно. Я думаю, что это будет хороший экземпляр в моей коллекции. И, скорее всего, я ей буду пользоваться часто в дороге, потому что она двойная. И это очень удобно, потому что она будет места меньше занимать. Давайте дальше посмотрим на карандаш Виктории, потому что, мне кажется, как раз можно закончить макияж глаз. И перейти дальше. В общем, карандашик вот такой. Обычный, в принципе, карандаш. Он с одной стороны вот с этой вот пипочкой для растушевки, а другой сам карандаш. И я вообще про этот карандаш в Польше слышала у Алены Ратнера. Также у других блогеров слышала, что он прям мега крутой и какой-то мягкий. Но я долго думала, ну, что за дела, зачем заказывать карандаш. Это же просто карандаш. Сейчас же мне надо было чем-то добить мою покупку. Я вот решила именно его добавить. Он идет в наборе с точилкой, насколько я понимаю. Он идет в наборе с точилочкой в таком вот отдельном, отдельной коробочке. И я думаю, что точилка мне уж точно пригодится. Лишней не будет. Так, давайте нанесем карандаш на слизистую. Я вообще карандашей много всяких уже перепробовала. И вот далеко не каждый карандаш лежит комфортно на слизистой. У меня, например, очень мало карандашей задерживаются на слизистой, потому что у меня вот слезный мешочек, видимо, где-то близко. И у меня частенько слизится вот здесь вот уголок глаза. И, в принципе, никакой карандаш этого не выдерживает. Даже суперстойкий. Но если закреплять тенями, то, в принципе, нормально. Но у этой методы есть другая сторона, что если закреплять тенями, то тени могут попасть в глаз, а глаз тоже раздражается и начинает течь. В общем, надо с этим быть аккуратнее. Карандаш очень-очень мягко наносится. Мне прям комфортно с ним. Но, с другой стороны, я пока какой-то дико большой разницы, например, от карандаша Estee Lauder или от того же даже Lamelle не почувствовала. Но вот сколько я не пробовала дешевых карандашей, в том числе Lamelle, они вообще, ни один из них не держатся на слизистой нормально. Еще, например, те же карандаши Maybelline. Как они называются? Color Tattoo? Нет? Ну, в общем, вот линейка вот этой карандашей Maybelline, она у меня вызывает такое вот ощущение песка в глазах. Причем, я думала, что это только один оттенок, но нет. И мне хоть по цвету и очень нравился коричневый оттенок, но я отказалась от их использования, потому что, ну, в общем, очень с ними некомфортно. И если раньше я думала, что это, в принципе, от всех карандашей, то нет. Далеко не все карандаши так работают. Так, сейчас я немножко подтушую карандаш. Вот он так у меня жирненько нанесся. Вообще, карандаш вот этот Виктории очень приятный, в плане, что вы вот наносите его, и он как-то сам очень легонечко рисует. То есть не надо там елозить по этой слизистой карандашом, раздражать еще больше ее. То есть все очень мягенько. Я пока на слизистой вообще не ощущаю, что мне что-то нанесено. И вот в этом плане прям классно, круто. В общем, тоже буду дальше тестить, потому что по одному впечатлению, мне кажется, карандаш понять невозможно. Потому что надо пройти с ним и дожди, и рабочий день, и в целом вот эта вот слезливость глаз. Если он все это переживет, то я пойму, почему его так хвалят и любят. Если нет, то, скорее всего, это будет просто очередной карандаш, которым я познакомилась. Румяна. Давайте нанесем одни румяна на одну сторону, а сухие на другую сторону. Вот, в общем, румяна Hourglass, которые кремовые, это на самом деле такой тяжеленный стик. Вот здесь как раз наоборот сработало. То есть у меня часто ожидания не совпадают с реальностью по формату продукта. Я часто жду какую-то огромную палетку, она приходит очень маленькая, с маленькими рефилами. Вот здесь наоборот. То есть я ожидала, что стик будет, ну, как помада, а он прям гигантский, вот такой вот огромный. И продукты здесь. Давайте посмотрим, сколько. Ну, я думаю, что внукам хватит. В общем, продукта достаточно. Я, когда выбирала оттенок, взяла такой максимально безопасный для себя оттенок. Как он называется? Loyal. Loyal Vanish. Давайте попробуем нанести вот сюда. Ой, оттенок такой прям приятненький. Я бы сказала, что под мою кожу очень хорошо подходящий. Он тепленький, но при этом без какой-то кирпичности. Вполне себе такой натуральный оттенок. Так вот это выглядит. Мне очень нравится. Очень хорошо тушуется, прям мягко. Выглядит вполне натурально. Короче, оттенок крутой. Мне нравится. Вот знаете, что меня раздражает уже в этой упаковке? Я, короче, все время вот этим краешком попадаю прям вот так вот неправильно и царапаю румяшки. Не люблю такое. Мне это и в помадах раздражает, которые каких-то непонятных форм. В общем, быть таким неаккуратным человеком с этими румянами не очень хорошо. Пока у меня к румянам вообще никаких претензий нет. Они, в принципе, так матовенько легли, очень хорошо смешались с тоном. И я не вижу такого, чтобы они где-то, знаете, прям не стушевались или как-то неправильно лежали. В общем, хорошие румяны. Опять же, по стойкости не могу сейчас сказать, потому что первый раз их тестирую. И, скорее всего, тоже у меня о них какое-то более полное мнение сложится потом. Потому что, например, когда я тестила недавно кремовый румян Alamel, мне показалось, что да, они тоже такие интересные, прикольные, но на деле они как-то очень быстро съедаются и пропадают с кожи. Поэтому я как-то перехотела ими пользоваться. И, в принципе, и стиком, и румян, и скульптора Alamel. И как-то убрала их. Вот сейчас хочу продать, избавиться от них и забыть. Надеюсь, что вот Таурглаз так не подведет. Но, в целом, по отзывам говорят, что эти румяна очень крутые и одни из лучших сейчас на рынке. Ну, я хочу в это верить, потому что, в принципе, стоят они не очень дешево для румян и должны себя оправдать. Давайте еще сухие румяна попробуем. У сухих румян есть крутой формат. Вот, в принципе, чем мне нравится Таурглаз, у них есть вот такие миниатюрки. Они у них есть и у пудры, и у такого, как люминайзера для тела, и вот еще есть румяна. Чем хорошо? Тем, что вот если вам вдруг не понравится, здесь румян очень-очень мало, и то есть вы, скорее всего, успеете их в любом случае заиспользовать и понять, нравится вам или нет. Если же вам понравится, то вот вы это домазали, доиспользовали и заказали себе большие румяна. Очень удобно. Стоят вот такие мини-форматы где-то до 2000 рублей. Насколько я помню, люминайзер где-то за 1200 сейчас в Сифоре был. Я возьму вот эту кистечку от Бейли. Кстати, я от нее не в восторге, потому что она очень сильно пушится. И вот из предыдущего набора, это у меня уже второй набор, кисть была гораздо лучше и адекватнее. Вот тут она как-то по-другому совсем собрана. В ней больше ворс, он пушистее. И мне это как-то меньше нравится. Мне больше нравится, когда он был таким цилиндриком. Ну ничего, в целом она наносит продукт неплохо. Вот он набрался вот так. Румяна такие прям розовые-розовые. Так вот они выглядят. В принципе, они как бы такие двухцветные, но дают в итоге-то один цвет. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, наслаиваются они так довольно ярко. И в целом оттенок такой... Немножечко поросячий. Ну нет, он не поросячий, он просто очень интенсивный. И с ним надо быть, видимо, аккуратнее. Но что мне нравится, он прям тоже без каких-либо проблем, в принципе, как и кремовый его с обратно несся. Просто выглядит все это дело поярче. Здесь уже дело вкуса. Вообще, у этих миниатюрок, по-моему, тоже несколько оттенков. Ну и в целом там у румян глаз дофига всяких оттенков. Можно выбрать, какой нравится. Главное, это текстура. Текстура прям обалденная. Но вот если где кремовый, я румяну нанесла, они больше такие, как смешались с тоном и выглядят как своя кожа, то здесь вот видно, что они немножко матовят. И как-то сглаживают, что ли, кожу. Мне эффект нравится. Мне кажется, они даже похожи на румяна Pet. Это я недавно тоже обозревала. И у Pet только такая более нежная, что ли, текстура. Эти румяна мне показались... В принципе, они тоже такие нежненькие. Вот, нанесла на пальчик. Так, с какого расстояния тут это дело, чтобы было видно. Вот, то есть, в принципе, эти румяна тоже достаточно нежненькие. Но пока не знаю, нравится они мне больше, чем румяна Pet или нет. Но визуально вот на щеке они выглядят точно так же, только этот оттенок у меня интенсивнее, чем тот, что у меня есть от Pet. Так что, если вкратце, румяна неплохие, даже крутые, вот этими румянами я точно постараюсь пользоваться почаще. Вот эти постараюсь полюбить. Если же они мне скорее не зайдут, мне вот оттенок как-то не зашел. То есть, я как-то не вижу себя вот с таким ярким оттенком румяна, что я прям буду им часто пользоваться. В общем, не знаю, попробую еще ими попользоваться. Если мне не зайдет, то я их скреплю. Но в целом, по текстуре румян, наверное, мне скорее захотелось взять как-нибудь какую-нибудь лимитку Hourglass, когда у них там выйдут румяна и бронзеры, что-то еще, и всем вот этим попользоваться. Потому что текстура-то интересная. Но вот оттенок пока на мое мнение сильно влияет. И я как-то так к ним без большого восторга сейчас отнеслась. Помаду я тестить сейчас не буду, потому что мне кажется, какой смысл. Я уже ей очень давно пользуюсь. Я даже была в ней в видео. Но вот могу сказать, что это одна из моих любимых помад. Charlotte Tilbury Pillow Talk. Хоть многие говорят, что Варри Виктория лучше, но нет. Вот эта помада для меня более универсальная, потому что в ней нет такого немножко мертвого оттенка. Она прям вот самый нюдный нюд, какой только может быть. Мне кажется, что эта помада подойдет, если не всем, то большинству. Так, что? Переходим к Годи Бэгу. Так, давайте посмотрим все, что здесь есть. На самом деле, в чем прикол вот этой покупки, которая сделала то, что подарок вышел даже дороже, чем вся моя покупка. Давайте я буду вытаскивать по одной вещи и что-нибудь про них рассказывать. Так, первое. Так, вот эта штучка, это доктор Деннис Гросс. Это какая-то типа лечебно-уходовая штука, чтобы минимизировать поры, в целом улучшать видимость лица. Здесь несколько вот таких как масочек. Я так понимаю, что это как они сейчас модно называются? Папы? Папы. В общем, вот это оно самое. Наверняка, достаешь ее оттуда, протираешь лицо, и типа там происходит какое-то невероятное усовершенствование. Потом посмотрю. Вот, в общем, первая штучка, она уходовая. Так, следующая штучка. Это у нас... У нас что это у нас? Это какое-то масло. Это витамин Е. Infused Cuticle Oil. А, это масло для кутикулы. Прикольно. В общем, я, конечно, не занимаюсь маникюром на дому, но вот такая штука, кстати, бывает иногда полезная. Я даже задумывалась уже покупать, потому что иногда, когда вот особенно начинаешь там в воде как-то руками что-то делать, например, посуду мыть, то потом вот это вот все сохнет, и вот я думаю, что маслице пригодится. Так. Коробочка. Фирма Glow Rich. А, Glow Recipe. Так, вот так вот это выглядит. Это у нас что? Это, скорее всего... Да, это маска для глаз ночная. Такая прям огромная коробка для ночной маски для глаз. Потом, в общем, обязательно попробую. Так, я хочу ее достать. Ой, она прикольная такая, смотрите. Вот в такой баночке. В общем, это масочка для глаз. Очень интересная, с авокадо. Попробую. У меня как раз, в принципе, закончилась маска. Она идет вот с такой ложечкой. Для нанесения прикольно, удобно. Мне очень нравится формат. Попробуем. Так, это получается уже третья вещица, уходовая. Это маска для лица. Это, короче, маска такая, типа, сос-маска для каких-нибудь ситуаций, когда надо такой, хоп, и привел себя в красоту. Как я поняла? Сос. Да, сос-восстановление. Недельная маска. Я так подозреваю, что их тут даже, возможно, несколько. Может быть и нет. Не очень понятно. Ну, в общем, маска и маска. Потом попробую. Тут есть еще одна, другая маска уже. Вот эта фирма у нас by Dr. AJ's. В общем, вот здесь вот написано. А вот эта маска фирмы Sweet Chef. Тоже просто какая-то масочка для лица. В принципе, маски, на мой взгляд, они все между собой немножко похожи. Бывают, конечно, маски, которые ты нанес в такой раз, вау, прям все морщинки там сгладились, поры там убежали. Но чаще всего, мне кажется, маски, они все такие чуть-чуть увлажняют, там чуть-чуть что-то делают. Ну, как-то... В общем, маски и маски. Так, следующая штучка. Это у нас витамин С. Давайте посмотрим, в каком она формате. Ага. В общем, она вот в такой штучке. Можно, наверное, брызгать. Или soft skin. Посмотрим. Пока ничего не могу сказать. Я потом почитаю, для какой это кожа и для чего. Но в целом, витамин С, он... Я когда-то пользовалась клиник витамином С, и его наносишь, у кожи такая сразу более сияющая, напитанная, живая. Но там надо прям курсом проходить. И я вот поздравляю, что вот этой баночки как раз хватит под вот это все. Блин, вот чем я люблю такие подарки, что тут кладут все такое, что ты бы никогда себе не купил, потому что бы думал, зачем, как бы что это, для чего. А здесь тебе все это положили, и ты, в принципе, уже готов все попробовать и, возможно, откроешь для себя какие-то новые штучечки. Так, а тут что-то выпало. А вот оно. Это какое-то лечебное масло, я так понимаю, для... А, это, знаете, это, короче, масло для волос. Тут надо нанести на поврежденные волосы. Вот на концы. Это, видимо, для восстановления сухих кончиков. Блин, круто, круто. Потому что у меня как раз, как видите, волосы страдают. Я, в общем, где-то год назад покрасилась в блондинку, или даже больше, уже в марте прошлого года красилась в полную блондинку. И сейчас вот у меня все, что осталось от того блонда, это такие мертвецкие волосы. В общем, я за ними, видимо, как-то ухаживала не совсем правильно. И сейчас я их восстанавливаю, купила себе всяких хороших шампуней. Вот где-то досюда у меня волосы нормальные, хорошие, сильные, а здесь вот все, что осталось. И чтобы не стричь себе вот эту вот корешечку, от которых я устала еще в детстве, вот хожу пока с такой стрижкой. Ну, жду, пока все отрастет. В общем, вот эта штучка очень полезная. Попробую. Резиночка. В общем, тут такая прикольная леопардовая резинка. В принципе, фирму Invisible Bubble я люблю. У меня есть пружинки от этой фирмы. Вот будет еще такая резиночка из прошлого. Там внутри, кстати, тоже пружинка. Вот таких резинок я давно не носила. Ну, в принципе, она так держит вполне себе нормально. Мне нравится, что она леопардовая, потому что вот у меня есть любовь к вот этим всем леопардовым, зебровым принтам. Ничего не могу с собой поделать, но так вот оно и есть. Так, мне кажется, где-то половину мы уже разобрали. Какая-то тяжеленная штука. Это что-то для умывания. Сделано в Калифорнии. Короче, я так поняла, это гель для умывания. Ага, ну короче, вы когда умываетесь, вы просто увлажняете лицо, потом наносите вот это на руки, массируете лицо и смываете. В общем, это просто какая-то умывашка. Я потом попробую, как это работает. Пока ничего не понятно. Пока ничего не поняла, что это и для чего это. Это какая-то маска для чего-то для сияния и пламп увеличения. Возможно, это для губ. Я потом лучше почитаю, потому что сейчас вот прям сходу не могу понять. И здесь не написано, как этим пользоваться. Ладно, в общем, разберусь. Но это что-то явно уходовое. Так, о, первая декоративная штучка. Это у нас матовые металлические тени для глаз. Круто. Вот такая вот двухсторонняя история. Давайте все потестим сразу. Вот, кстати, с какими-то такими продуктами худо мне давно хотелось познакомиться. Но мне что-то все руки не доходили. Потому что всегда казалось, блин, вот эта штука новая крутая вышла, потом закажу. Вот, и так в итоге я до сих пор не знакома ни с помадами. Худо, в принципе, почти ни с чем. У меня есть только одна палетка. Это Nottie, от которой я не в восторге. И, наверное, все. Так, в общем, это будет мое второе знакомство с худой, если я доберусь до продукта. В общем, давайте попробуем, как это все нанесется. Вот эта вот матовая часть. Ага, такие они. Такой цвет очень близкий к телесному. Скорее всего, его как базу очень неловко использовать. И с другой стороны должен быть какой-то такой металлический оттенок. Ну, в общем, это все такое очень бежевенькое, в принципе, базовое. Я думаю, что потом попробую понанесить это как базу, потому что как в качестве базы это, кажется, должно быть красиво. Причем вот эта вот часть из-за спонжика кажется, что можно наносить, в принципе, как стрелки. Или как такой какой-то акцент. Ну, а вот эта, естественно, больше работает как база. Надо было до этой штуки добраться быстрее, чем до теней Марио. Можно было бы их в качестве базы попробовать. Но в целом, в целом, вот на руке как это выглядит, мне, в принципе, нравится. Хотя я вот уже вижу, что матовый оттенок, он вот пока сохнет, он немножечко цвет меняет. Интересно, как долго это все будет сохнуть. Ладно, пускай пока сохнет. В общем, вот такая декоративная штучка, пока она первая. То есть у нас пока был один аксессуар. Это вот эта резинка, куча какого-то ухода. И вот эта штучка. Так. 1999. Карандаш. Так. Это, скорее всего, карандаш для губки. Такой вот прикольной, шуршащей бумажной упаковки. Сразу от нее избавлюсь. Так, в каком он оттенке. Ух, сфига себе. Оттенок такой прям очень-очень яркий. Я даже не помню, когда я такие носила в последний раз. Ну, вот будет повод. В общем, вот такой вот яркий оттенок карандаша. Мне кажется, его прикольно будет потом попробовать. Вот здесь таким, как амбре. То есть нанести вот этот яркий карандаш. И, например, пилоток уже для заполнения губ. В общем, потом. А, кстати, отчеток там. Давайте я сейчас его попробую. Я еще к бреке там вообще не привыкла. Я только вчера их поставила. И пока все так-так стягивает. Очень не хочется ничего жевать. То есть я сегодня прям питаюсь только супчиками, кашками. И вот губы мне красить тоже пока не очень привычно. Ну, попробуем. Так, мне кажется, оттенок вполне себе такой носибельный. Очень даже красивый. И он вроде как яркий, но не вызывающий. То есть мне кажется, что его вполне можно носить часто. На каждый день даже, возможно. И мне нравится. Красивый оттенок. То есть обычно в подарки же, знаете, кладут какие-то там вообще вырвиглаз оттенки, которые никуда не надеть. Здесь же вот меня порадовали и тени, которые положили карандаш. То есть все вполне себе такое носибельное. Здорово. Что тут можно еще сказать? Давайте дальше. Это у нас... Это у нас тени, по-моему. А, нет, это лип пенсил тоже. Еще один лип пенсил. Но уже вот такой вот. В очень нейтральном оттеночке. Давайте тоже вот здесь посвотчим. Ой, он, знаете, похож на пилоток по оттенку. В принципе, на тенди велвет. Вельвет. Клевый-клевый оттенок. Мне кажется, он очень носибельный. Прям ходовой. Я попробую немножечко вот сюда нанести в центр. Мне прям нравится, нравится. Классные карандаши оба. Они, кстати, по текстуре такие очень мягкие. Вот этот карандаш, который я нанесла. Вот, знаете, бывают карандаши, которые наносишь, и они прям так царапают кожу губ и хочется их скорее удалить. Вот этот, наоборот, он как помада ощущается. Он очень-очень мягкий. И кажется, что там, ну не знаю, может быть, там и нету хода, но он прям вот сейчас лежит, как кремушек такой на губах. Он ощущается, но прям как таким приятным ощущением. В общем, мне прям нравится. Вот, еще раз покажу свотчи. Потом попробую вот этот карандаш от Nars нанести один. Как-нибудь. А давайте даже вот сюда вставлю видео, потому что я, мне кажется, потом забуду про него рассказать. Но мне нравится, что оттенки прям носибельные, они какие-то там ультра непонятные. А такие вот вполне себе. Ну не нюдовые, но носибельные. Так. Какая-то мелочушка пошла. Это какая-то филер-ампула, одна от марки Meadow. В общем, просто сошетка чего-то. Я даже ее не хочу сильно разбирать, потом въеду, что это такое. О! Еще одна большая штука. Это боди-эксфолиант. Прикольно, прикольно, прикольно. Массажная штука, короче, для тела. Для бампи-скин. Бампи, не знаю, что такое бампи-скин. Для очень сухой кожи, для какой-то поврежденной. Ага. В общем, вот, прикольная какая-то штука, ее много. Так. Все меньше и меньше продуктов остается. Так. Это у нас... Это, короче, какая-то штучка для волос. Ее нужно наносить на поврежденные волосы. Ага. Я так понимаю, что это какой-то кондиционер несмываемый, но тоже потом почитаю. Прикольная штучка для волос, короче. Так. Здесь у нас что-то для ночи. Возможно, какая-то маска. Такая вот баночка. Это, короче, тоже какая-то штука для умывания по ходу дела, потому что ее надо наносить массажными движениями вокруг лица и шеи, потом убрать теплой водой и использовать утром-вечером. Ну, в общем, что-то для умывания. Потом тоже разберемся. Еще одно что-то типа помады или румян. Это у нас от бренда Богама Мама, видимо. Короче, это что-то по ходу дела универсальное. Давайте разберемся. Нанесу вот здесь. Мне кажется, что это можно использовать как помаду и румяна. Какая-то такая типа вельветовая универсальная штучка. Ей, наверное, можно делать вот этот эффект зацелованных губ. Еще один, кстати, классный оттенок в плане цвета, потому что он, ну, отличается от всех остальных, что уже лежали здесь. При этом он все еще такой близкий к коже, неворгоглазный, интересный оттенок. Короче, какая-то штучка, потом тоже ее поюзаем. Это у нас тушь. Манды бренда Sweet Laceous. Давайте попробуем. О, фига. Смотрите, какая странная кисточка. Очень странная. Я таких еще не видела. Она как односторонняя, что ли, такая. Попробую нанести. Как раз у нас сегодня туши не хватало для завершения макияжа. Ого. Блин, я к такой туши, конечно, не привыкла. Ну, она, естественно, очень сильно утолщает ресницы. Она их настолько сильно утолщает, что кажется, что надо бы остановиться и прекратить это делать. Хотя, в принципе, вот я сейчас накрасила ресницы, выглядит все это прикольно. Короче, даже в один слой это все выглядит охренеть как ярко, охренеть как плотно. Так, убрала вот эту вот точечку, которую я мазнула тушью. Короче, тушь очень неудобная. Прям вот насколько может быть неудобный тушь, вот она такая. Потому что щеточка какая-то прям... Блин, я не знаю, кто придумывает такие щеточки. Но она вот только с одной стороны рисует. С другой стороны это просто палка. И надо прям аккуратненько возюкать ей, короче, чтобы себе никуда не тыкнуть. Все прорисовать. Чтобы снять эти комки. Вообще, мне кажется, вот эту тушь надо прочесывать после того, как нанесли еще отдельной щеточкой. Потому что иначе вон она уже размазывается. Нижние ресницы я вообще не представляю реально ей прокрасить или нет. Но ее явный плюс, что она делает вот такие вот прям шикарные, такие толстенькие ресницы. Без каких-либо усилий, скажем так. Но если вы ей наксячите, то, блин, ее очень много на щеточке. И как-то ей некомфортно пользоваться. Короче, какая-то спорная штука. Я, конечно, попробую еще ей попользоваться. Но я не уверена, что это станет моей любимой тушью. Очень-очень странный для меня формат. Прям максимально странный. Доктор Барбара. Очередная маска. В общем, какая-то маска. Даже в некачественника чуть-чуть за маска. Потом разберусь. Еще одна уходовая штучка. Так. Еще не все. Еще не все. А, ну, естественно, здесь код на скидку 15% на Культ Бьюти. Вот я потом вам как-нибудь воспользуюсь. И... Сетудай Скин. Пилгель. В общем, еще одна штучка для ухода. Какой-то гель. Все? Все. Вот, все. Мы разобрали весь мешочек. Вот, как видите, подарков прям очень дофига. И для моей такой вот покупки довольно скромной. Ну, как скромной? Вы что-то недешево. Но в целом, по сравнению с тем, сколько всего нам присылали, кажется, что начинает окупаться вся эта покупка. И приятно в целом получить такой подарок, что меня радует, что у меня теперь есть много всяких штук для губ и куча ухода, которые я вряд ли бы стала покупать просто так. Но сейчас у меня есть повод этим воспользоваться. И я надеюсь, что что-то из этого я для себя открою как какую-то прям необходимую вещь и буду потом покупать. В целом, я очень довольна этой покупкой скульпта. Мне кажется, я буду в дальнейшем скульпта заказывать вот в это время, когда там у них есть годи-бэк. Потому что это явно выгоднее, чем заказывать просто там в какой-то период времени, когда они ничего не присылают. И как бы мне не так сильно горит обычно. Ну и как мне показалось, что даже если из этого годи-бэка не все нужно, то половина продуктов вот точно юзабельны. Там можно использовать вот эту вот помаду для губ и резинка и какие-то там еще штуки для умывания для лица. То есть мне кажется, что покупка вышла очень выгодной, очень классной. И я точно могу рекомендовать вам покупать на Пультбьюти во время годи-бэк, во время доступа годи-бэк. Там, кстати, можно даже, по-моему, заполнить, подписаться как-то на их рассылку, когда они будут предупреждать, что вот вышел новый годи-бэк, можете там делать заказ. Ну, в принципе, это все, о чем я хотела рассказать. Я, в принципе, показала все свои покупки, показала или как-то осветила все, что было в годи-бэк. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, делали ли вы покупки с Культбьюти, с годи-бэк или в целом любите ли вы этот сайт и знаете ли вы про него. Всем большое-большое спасибо за просмотр и всем, кто меня ждал, ждал новых видосов. Я очень рада, что вы есть на моем канале. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok